Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим сейчас разговор о книге «Откровения» Анны Богослова и поговорим о 17 главе. С 17 главы начинается довольно пространное, на две с половиной еще главы тянущиеся, описание одной из важнейших для апокалипсиса тем – падение Вавилона, разрушение Вавилона. В восприятии самого Иоанна, в большей степени, чем восприятие его читателей, конечно, Вавилон был символом очень значительным, очень важным, потому что вавилонское пленение в истории народа Божьего – это такой поворотный момент, и Вавилон, конечно, есть такой вот символ безраздельной власти язычников, безраздельного царства язычников, которым нет места для поклонения Богу, который по определению Богу враждебен. Но в то же время, как Даян пишет откровение свое, в общем, Вавилон – весьма малозначительный город на территории Персидской империи, уже совершенно не являющийся тем, чем он был для иудеев эпохи плена. Поэтому довольно очевидно, что, конечно, он говорит как о неком символе Вавилоне, о вавилонской великой блуднице. И в конце 17-й главы, собственно говоря, он в явном виде объясняет, что именно он имеет в виду. Великий город, царствующий над земными царями, называет он тот явление, тот феномен, который в самом начале главы именуется в Откровении Иоанна Богослова «великой блудницей». Дело в том, что ведь, собственно, не так для библейской культуры важен в данном случае блуд как таковой, хотя, само собой разумеется, что в нём никогда нет ничего хорошего. Это, в общем, настолько очевидно, что нечего тут и обсуждать. Но всегда для библейской культуры, по крайней мере, со времён пророков-писателей, едва ли не с VIII века до Рождества Христова, подобного рода высказывания о брачных отношениях между Богом и его народом или, наоборот, о блудодеянии Израиля, всегда было очевидным, прозрачным для читателя символом отпадения в язычество. Итак, речь здесь идёт о том, что Иоанну явлен, показан суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. Вот речь идёт, конечно, о языческой империи, которая простирает или пытается простирать свою власть буквально на всё человечество, причём как территориально, так и во всех аспектах человеческой жизни. Дальше мы увидим, что Иоанн называет это зверем, который выходит из бездны. Дело не только в том, что военными, политическими или какими-то ещё средствами империя порабощает людей, которые так или иначе оказываются в сфере её влияния, но для Иоанна, как и для его читателей, важно было осознавать некоторую антибожью, зверскую, сатанинскую буквально сущность этой империи. Это на самом деле, знаете, для откровения, для Иоанна и его читателей может быть и не так уж принципиально важно, по той простой причине, что зверство Римской империи, не в том смысле, что она была какая-то особенно жестокая, она была такая же жестокая, как все остальные, но именно не человеческий и не богом данный характер этого вообще способа организации жизни, конечно, были для них довольно очевидны, они с этим сталкивались в повседневной своей действительности. А вот для позднейших читателей, до наших времён включительно, часто очень вот именно империя, как способ организации жизни людей, представляется чем-то привлекательным. Нам нередко кажется, что в этом есть какое-то обаяние тотальности такое, но вот надо помнить, что отцы церкви не зря после весьма продолжительных споров всё же включили апокалипсис и то, о чём в нём идёт речь, в состав священного писания, потому что для Нового Завета это, конечно, нечто совершенно неприемлемое, неприемлемое. Есть такое поразительное слово у экклезиаста, который говорит по-славянски «Егда обладан бых человек от человека, воеже озлобите ему». Всегда, когда властвует человек над человеком, во зло ему. Вот апокалипсис весь проникнут представлением о том, что лишь Бог может быть нашим царём. Лишь Бог и его царство имеют смысл и достойны. Мы много раз сталкивались в откровении с этими словами «Достоин только ты, Господи» – открыть книгу, властвовать над людьми. Ты только один достоин того, чтобы тебе поклонялись. И это действительно принципиальная позиция. Всё, что не есть непосредственная власть Бога, всё, когда люди пытаются делать вид, что мы от его имени тут кем-то будем командовать, всё это, в общем, зверь тихо, тайно, незаметно мимикрируя, но всё-таки выползающий из бездны. И это действительно серьёзная очень вещь. На самом деле, понимаете, для того, чтобы принять этот компонент откровения Анны Богослова, требуется некоторое и духовное, и интеллектуальное усилие. Это не значит отнюдь, что речь идёт о каком-то там античном анархизме и так далее. Понятно, что жизнь людей в этом мире так или иначе должна быть организована. Но та империя, тот зверь из бездны, та великая блудница, о которой говорит Иоанн, это человеческий властный механизм, который сам себя делает идолом, который требует поклонения ему, который претендует на власть над нашими отношениями с Богом. Даже если при этом эта империя делает вид, что она раскрасит розами и будет пахнуть ладаном в нашем предстоянии к Богу, это на самом деле элемент абсолютно неуместный. Вот для современников Иоанна это было гораздо более очевидно, чем для нас сегодня. Хотя надо ещё заметить, что то, что он говорит об этом звере из бездны, об империи, которая упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, это, в общем, на все времена, потому что после Нерона ещё таких попыток властвовать над христианами, властвовать вообще над миром, попыток, которые нередко приводили к гибели огромного количества свидетелей Иисуса, было немало, и в XX веке в том числе. Поэтому, на самом деле, я думаю, что при некотором честном взгляде на 17 главу мы многое можем опознать. Иоанн говорит о зверях, которые будут вести брань с агнцем. И, в общем, понятно, о чём идёт речь. Я думаю, что память новомучеников достаточно свежа, чтобы не требовались разъяснения этим словам. Может быть, гораздо важнее прочитать продолжение этой фразы, потому что Иоанн говорит не просто об этом зверообразном феномене человеческой, обожескляющей саму себя властью, власти над людьми, но он говорит о том, что это не может не рухнуть, о том, что это обязательно будет побеждено агнцем. Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих. В этих словах мы можем поставить ударение в разных местах. Можем считать, что это некоторое определение того, кто есть Агнец, что он занимает должность Господа господствующих и царя царей. Хотя в нашей сегодняшней реальности, наверное, нет такого персонажа, который занимал бы должность Господа господствующих и царя царей. Как раз для Иоанна его читателей было понятно, что это некий аналог либо господина Римской империи, либо царя царей, как называл себя владыка Персии. Но скорее может быть для Иоанна его читателей ударение в другом, в том, что именно он, именно Агнец и никто другой является настоящим владыкой, подлинным владыкой мира и подлинным владыкой человеческого сердца. Именно он, Агнец заклонный. Вот это, может быть, самое существенное в 17 главе, то, что он в конце концов побеждает, то, что все остальные, претендующие на эту роль идолов, достойных поклонения и по праву властвующих людьми, все остальные в сущности узурпаторы, настоящий господин мира, настоящий господин человеческой жизни и нашей души, только Агнец. И вот дальше в следующей главе и в конце 17 тоже Иоанн довольно, ну, скажем так, живописно, картинно пытается изобразить это падение Вавилона. Для него это действительно очень важно, что как бы ни казалось величественной, прочной, заслуживающей там чего бы то ни было, почитания или поклонения, вот вся эта зверообразная империя, на самом деле в ней нет прочности, потому что она не вписывается в ту картину, какую бог видит себе, глядя на этот мир. Она не вписывается в божий замысел. Если попытаться коротко обрисовать это, можно сказать, что царство божие – это реальность, в которой между царем и подданными нет никаких промежуточных звеньев, нет никаких промежуточных степеней или ступеней управления. Есть царь и есть подданные, равные между собой по большому счету. Вот, и поэтому всякая попытка занять здесь неподобающее дракону место, она всегда оказывается обреченной. Вот, наверное, это самое важное, что сегодняшнему читателю необходимо или возможно увидеть в этой главе. Субтитры создавал DimaTorzok